Девочки, всем доброе утро! Не знаю, нужно это или не нужно, но в общем, давайте сегодня покажу, а там напишите, надо показывать или не надо мой завтрак. Я, в общем, это... Блин, вот я поджарила, немножко посушила, потому что он достаточно свежий хлеб, вчерашний. Французский батончик, вот типа того. Ну, не французский, а кто он столичный, ну типа французского, длинненький. В общем, четыре вот таких кусочка. И два яичка. Ну, я с двух сторон перевернула. И вот на бутерброд. И у меня был еще один кусочек с маслом. Так было, кстати, вкусно. Я на него яичко положила и съела. Было очень вкусно, со сливочным маслом. В общем, а эти два кусочка без масла. Один кусочек я съела, вот здесь уже надкусила, ну уж извините, говорю, вспомнила, говорю, надо, может быть, девочкам показать. В общем, вот такой вот у меня завтрак. Хлеб белый, потому что черного нет, но в принципе очень вкусно. Сами понимаете, да? Четыре штуки. И чай зеленый с одной ложкой сахара. И я все это дело записала. Сейчас покажу. Я просто на зарядке стою, отойти не могу. В общем, вот я быстро-быстро в торопях записала. С утра выпила воды теплой, хлеб белый поджарила, да? Подсушила. 45 грамм масла сливочное, 6 грамм. Девочки, я ничего, вот сегодня как бы я ничего специально не делала, там, чтобы поменьше, побольше. Вот что я хотела, то и ложила. То я и поклала. Яйцо 2 штуки, чай, ложку сахара я взвесила, 5 грамм, и вот витаминку комплевит выпью. В общем, вот такой вот будет завтрак. Девочки, очень вкусно. И посмотрите, я так, я никогда так не завтракала. Я вообще, в принципе, не завтракаю. Ну, в общем, кушаю. Приятного всем аппетита. Девочки, всем привет! Я снова вас встречаю в чистой ночнушке и в полотенце. Девчонки, ночнушка чистая, потому что я из душа, но я всегда надеваю. Надеваю чистую ночнушку из душа. Блин, знаете что? Пока просто не поздно. Хотела сказать. Сейчас так прямо терлась этой мочалкой, которая моя любимая, прям массажная. Блин, показать вам ее? Она сырая. Сейчас быстренько покажу. Что у меня прямо... Блин, мне, знаете, даже сейчас, наверное, надо, может, кремом помазать или как. Крем в вечер. У нас сейчас утро. Но я нанесу с утра. Я сейчас лицо поскрабила. Быстренько нанесу. Я вас в таком виде сильно смущать не буду. Но буду два часа с ним ходить, потому что аж лоб болит. Вот. Так, и на шею нанесу. Везде нанесу. Что хотела сказать? Конечно, от мочалки массаж, вот этот вот эффект массажа. Ну, не массаж, а эффект. Ну, прям классно. Мне очень нравится. Даже скрепиться не надо. Вот. Сейчас... А, кстати, вот с этим вот... Вот если этим кремом пользоваться днем... Ну, вообще, на солнышко нельзя ходить. Вообще, это в зимнее время. В основном нужно. Сейчас его... Он пока густо ложится, а потом уже получше. Потому что пигментные пятна могут появиться. Да, окладка у нас до сих пор не сделана, не прибита. Потому что нет этих гвоздей, которые без шляп, ну, в общем, для дверей. А все никак, руки не доходят. Лампочки у нас тоже не стоят до сих пор, потому что светильники... Нет, лампочки висят по периметру. Висят, реально висят. Потому что светильников нет. Вот. Почему я здесь сегодня? Потому что девочки... Там все время, когда я стою, свет сверху падает. У меня постоянно синяки под глазами. Я не скажу, что здесь как бы лучше, но... Факт остается фактом. И знаете, почему сейчас хочу нанести? Ну, потому что дискомфорт сильный. И пораньше, вот сейчас утро, чтобы... Мало ли, я за детьми пойду в сад. Девочки, что они мне вчера вычудили? Сейчас мы с вами елку уберем. Сейчас расскажу все по порядку. В общем, что они мне вчера вычудили? Я пошла за ними в сад. А Арсений с утра взял Федину лопатку. И суть в том, что... Арсению нравится сейчас красный цвет. До этого ему нравился синий, зеленый. Потом синий, короче. Как-то так. Теперь красный нравится. Они с Федей поменялись. У Арсения оранжевое. И, в общем, Федя... И Арсений начал всю гроб в саду копать. Ну, там, снег счищают. И он начал... И Федя, ну, не надо. Арсений кричит. Я, говорит, тебе говорил с утра, бери. Федя кричит. Это моя лопата. Но они поменялись, понимаете? Но Феде тоже надо покопать. И Федя не захотел брать. И, в общем, девчонки, они по очереди ревели. Господи, всю дорогу. Потом Федя ехал. Федя кричит. Мне нужны лопаты. И Арсений, говорю. Ну, дай, пожалуйста, ему лопату. Арсения нет. Короче, они как с цепи сорвались вчера. Я шла из сада. Меня вот так все трясло. Вообще трясло. А я в продуктовый ходила. Огурец покупала. Ну, нет. Я не только огурец покупала. Но у нас здесь соседний. Но и огурец тоже. Благо, что мне нужно было пойти огурец поменять. Потому что он был вот такой. И половина у него прямо уже мягкая-мягкая была. Вот. И я пришла домой. Хорошо, что Леша пришел. Я говорю, дай мне огурец. Я пулей вышла из дома. Я даже, ну, не заходила. Я их привела. И ушла. Потому что они меня вообще вчера, короче, одолели. Ой, как хорошо, девочки. Вот. Это первое. Второе, значит. Когда елку вот эту вот я начала разбирать. Они потом пришли. Кстати, тоже ревели. Не знаю, что у них там происходит. Вообще с головой. Тоже ревели. Пришли. И вроде не разбирая елку. Мы сами разберем. Пусть еще один вечер постоит. Ну, завтра разберем. На следующий день. Это было позавчера. Короче. Пусть огоньки погорят. Туда-сюда. Я говорю, ну, ладно, хорошо. И, в общем. Ну, ладно, сейчас я вам это покажу. Арсений снял с нее все игрушки. Вот он их здесь сложил. Это вот корыцы, да. И я говорю, вчера разбираем. А он такой говорит, ну, давай, ну, пусть сама. Я говорю, все понятно, короче. Ну, тема закрыта. И, в общем, я ее вот так вот разобрала вчера. А позавчера Леша прополисовался в диване. Кстати, девочки, подложил дощечки. Я как человек уже сплю две ночи. Реально. Так круто. Просто сейчас покажу тоже дощечки. Вот здорово. Вот у кого немножко есть короб для белья, да, ящик для белья в диване, подложить что-то и будет гораздо, ну, если неровная поверхность. Девочки. И он под свою половину тоже подложил. Вообще небо и земля. Короче, массаж. Обязательно, девчонки. Девочки, так, если в двух словах, отвес у меня есть, да. Я понимаю, что вода выходит. Но я воды очень много пью. Теплая вода, она прямо еще больше. Мне хочется пить с нее. Потом что еще? А, ну, вы поняли, да, что это новый день, что я вчера начала снимать завтрака. Но вчера весь день, короче, я была в компьютере, в телефоне, везде, 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 потому что, ну, так и, короче, ничего не поснимала. Вот. И, короче говоря, такие вот дела. Все, прям, слушайте, массаж я толком никакой не делаю. Ну, хотя бы как-то, как-то что-то делать. Не знаю, я сейчас правильно, неправильно не делаю. Я так не посмотрела на ютубе ничего. Но суть в том, что хотя бы что-то разбивать здесь. Сейчас, мочелку вам покажу, девчонки, и уже отключусь, пойду завтракать. Вот. Ничего страшного не произойдет. То, что я вот так лицо, вообще, я не приверженец того, что, знаете, когда вот так вот сидишь, вот так. Нет, я так никогда не сижу. Вернее, бывает, сижу, сбываюсь, да. А так я, как правило, может быть, вот так, вот так. Ну, лишь бы, чтобы лицо не трогать лишний раз. Потому что уже, конечно, возраст дает о себе знать. Морщины, да, появляются. Вот. А что я там не помазала-то? Горб свой. В общем, девочки, вот такие вот дела. Сейчас мочелку принесу. Что у меня еще нового? Ничего нового. Так-то, по большому счету, только что, я говорю, вчера мне сильно нервы вымотали они. Надо еще вот так челюсть делать. Ну, вот эти мышцы напрягаются, девчонки. Ну, серьезно. Ну, блин, серьезно, не серьезно, я так делаю, да. Иногда, когда вспоминаю. Ну, а что делать? Я переживаю за лицо. Я же медийная личность. У меня же вон сколько вас смотрят. Что там? Валюша. Доброе утро, наверное, желает. Доброе утро, дорогая. Или когда ты это будешь смотреть уже. Продолжаем, девочки, продолжаем. Интенсивно, интенсивно. И я, знаете что, я моюсь вообще в теплой воде. В теплой, не в горячей. Я терпеть не могу в горячую воду. И потом споласкиваюсь такой прям, ну, не ледяной, но холодной, да. Вот, и прямо хорошо, очень хорошо. А мочалка эта, она, знаете, какая? Вот такая. И получается, ну, спокойно, можно, не буду я здесь ничем трясти. И попу массировать хорошо. Ляжки. Где у меня варикоз, я прохожу это место, да, где у меня вены близко. И руки, ну, соответственно, вот это все дело, вот это вот все дело, блин. Буду, буду, буду убирать. Девочки, про банки мне пишутся, ну, писали, что я знаю, что такое банки. Массаж банками мне делали. А что? На спине, на спине мне Леша сделает. А ноги мне в любом случае, как бы, я сама знаю, как мне лучше. Поэтому не буду никакими банками. Все, красота, красоту навели. Сейчас мочалку быстро покажу и пойду есть. В общем, вот она вот такая. Она синтетическая. Вот такая вот большая. То есть получается спокойно... Блин, она сырая. Спокойно можно самой потереться так хорошо прям. Мне, конечно, не очень нравится, когда вот я ее, допустим, вот так скручиваю, да, и тру, потому что она очень большая в руке. Но нормально. Это за немением лучшего. И вообще лучше хоть что-то делать, чем ничего не делать. Лучше... А у меня еще есть... Знаете, такая расчесочка для маленьких деток. Типа сухая, сухая, сухая щетка. Я даже не помню, куда я ее положила. Хотела расхламить, выбросить. Кстати, кто-нибудь начал вот этот марафон? Ну, каждый день по одной... Короче... Каждый день по дню вещи выкидывать. Господи, девчонки, поняли про что я? Я нет, не начала. Я потому что никак не могу понять, как мне это сделать, чтобы вам показывать. Собирать это, чтобы два дня... У меня же видео выходит через день. Не знаю. Не знаю, как мне это сделать. В общем, может быть, я буду вот так потихоньку-потихоньку, когда дойду до пятнадцатого дня и буду показывать по пятнадцать вещей, шестнадцать, семнадцать. Это кажется, вначале легко, а потом нифига не легко. Вот. И что я говорю? Что? Расчесочка. Болит прям, девчонки, так натерла, видимо, что аж прямо кожу больно. Такая, чтобы корочки на голове у ребенка... Ну, короче, мы не пользовались. Но мне ее дали. Она прям абсолютно новая. И кто мне ее дал, тоже не пользовались. И я что думаю? Сухой массаж. Прямо, ну да, площадь у нее небольшая для меня. Ну, а с другой стороны, сухой массаж спокойно. И живот, девочки. Я мну живот периодически. Ну, прямо щипаю. Ну, сказать, что мне больно. Ну, можно было бы и сильнее делать. Но я как-то себя, видимо, берегу. Ну, ладно. Хоть я говорю. Лучше что-то делать, чем ничего. Все, пошла есть. Девочки, хотела показать вам сейчас свой завтрак. Вот, надо чай заварить. В общем, чай у меня зеленый. Как обычно, вот мой пакетик. С сахаром. С одной ложкой сахара. Ну, это так вам для общего представления вообще, что я ем. Что я ем, девочки. Сейчас, пока как раз я ем. Я обычно его разбавляю, если сразу пью. А здесь-то он постоять должен. Я сейчас буду завтракать. В общем, девочки, вот такой вот у меня завтрак. Я все это дело взвешиваю. Ну, а потом считаю калории. Короче говоря, здесь курица. 36 грамм. И яйцо. Я его перевернула. В общем, желток разветывался. Вот такой вот кусочек. 30 грамм горошка. Специально в крышку положила, чтобы по тарелке не гонять. И два вот таких вот бутерброда. Два куска хлеба. 70 там с чем-то грамм. Ну, я записала просто вот. За спиной мой листочек. Сейчас покажу. И 30 грамм сыра. И масла. 6 грамм. В общем, девочки, вот такой вот у меня завтрак. Это при том, что я до этого пила только чай. Каши я на завтрак не люблю, потому что я ими не наедаюсь вообще. То есть, я именно наемся через полчаса. Ну, может быть, через час максимум я очень сильно хочу есть. Поэтому каши я на завтрак не ем. Может быть, на обед, на ужин буду есть. Пока я каши не ем. Но, чтобы у меня день начинался нормально, мне надо завтрак такой, который я хочу. Сами понимаете, яйца я люблю. И вот это вот вкуснятина. Кстати, сейчас хотела показать. Я прямо здесь буду сейчас есть. Сидеть в окошко смотреть. Вот такая у нас погода отвратительная. Небо серое. Окно грязное. Так. Дочки. Вчера купила вот такие конфеты. Или позавчера. Забыла когда. Вообще, вот хочу прям порекомендовать вам. Вообще, в принципе, в магните акция на них. В общем, они вот такие вот конфеты с экстрактом мбиря и витаминами, да? В общем, 25 калорий на одну конфетку. Ну, короче, не суть. Я конфеты ем. Я просто их увидела. Я думала, что купить. Я купила еще зефир. Вот. Ну, зефир, обычный зефир. Я там не выбирала сильно. Это у меня, знаете что? Будильник. Это мне сейчас кушать завтракать пора. А потому что, ну, как закрыть-то, господи, закрыть. Потому что у меня как бы голодная пауза. Я ее 14 часов сделала. 10 часов в течение дня я ем. И 14 часов не ем. И вот поставила будильник. Сейчас, когда яичницу переворачивала, девчонки, лопатка перевернула. И времени-то еще не пришло. А лопатка облезала. Блин, начала выплевывать все. Девчонки, ну да, я вот так отношусь. Я ем все. Девочки, я ем все. Вчера я ела зефир. Вчера я ела эту безумно вкусную конфетку. Она очень сладкая. Ну, естественно, я все это дело считаю. Но это... Я не собираюсь каждый раз об этом рассказывать. Но вот я просто вам показываю сейчас, вот какой у меня завтрак, да? Кстати, я еще за два дня, за три, наверное, яблоки даже не ела. А, комплимит. Вот, витаминку выпью. Я их потеряла до этого. Но Леша мне их нашла. Я их сама в ящик убрала, короче. Перестала пить. В общем, вот такой вот у меня набор, девчонки. Так, эта прищепка надо закрыть. И, чтобы вы понимали, опять же. И, чтобы вы понимали, вот, значит, 12-е на 2-е. Воды я выпила 600 миллилитров. Теплая вода, девчонки, на ура пьется. Вообще отлично. И вообще мне Валя сказала, я ей говорю, блин, теплая так нормально пьется. Она говорит, да, я когда-то где-то слышала, что теплая вода, наоборот, вызывает еще больше жажду. Ну, как бы жажду. Вот, наверное, поэтому, помните, я говорила, у меня губы сушат, я пить хочу. Вот, наверное. И поэтому я, ну, 2 литра спокойно в день выпиваю теплой воды, а то и больше. Ну, как бы вот, я примерно говорю, да. Сейчас я выпила 600 миллилитров. Вообще, за милу душу. Я уже думаю, вы все прочитали, что здесь написано. Поэтому, куриная грудка. Слушайте, ну, я назвала грудкой, ну, это от грудины. Вот, я покупала часть, вот эту вот куриную грудку, да, которая с костью. И от нее, вот, отделила вот тут вот мясо. Оно сухое я не люблю. Я, нет, 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 я буду есть и ножки, и все, ну, наверное, без кожи, может, со шкожей. Не знаю, девочки. Ну, в общем, все, мне пора есть. Приятного мне аппетита, девочки, и вам тоже. Смотрите, какая вкуснятина, ну, скажите, да. Но обед, я покажу вам свой обед, чтобы вы понимали, что я тут не это, не выделываю, что я ни на ПП, ничего покажу. Главное, чтобы завтрак был сытный. Все, девочки, приятного вам аппетита. Девочки, я сейчас завтракала и смотрела как раз видео Оли Соловей. Ну, вот это вот, она там в игрушках детских убиралась. Вот, от души хотела вам ее порекомендовать. Мы с ней дружим, девчонка классная. Ну, мне на самом деле как-то непонятно, почему у нее немного просмотров. Вот честно. Она веселая, добрая, позитивная. Блин, хорошая хозяйка, у нее, кстати, есть еще кулинарный канал, недавно открыла. Вот искренне хочу я вам порекомендовать. Она в последнее время вообще очень хорошо начала делать монтаж. Ну, то есть не то, что я вот там кусками снимаю, да, и монтирую. Ну, реально. Вот сейчас смотрела вот это вот видео. Живет в обычном доме, в простом, простом доме. Но такой живчик, такой позитивчик, прям вот искренне хочу посоветовать. Мотивирует на уборку еще как. Я смотрела и наслаждалась. Наслаждалась не тем, что она игрушки убирает, а там музыка хорошая. Она сейчас музыку вообще отлично уставит. Ну, вот именно мотивация, да, что она делает, делает. Не то, что я болтаю. Мне нравится. Мне очень нравится. Поэтому, девочки, я прямо очень хочу, чтобы вы зашли к Оле. И думаю, что каждый из вас что-нибудь почерпнет у нее на канале. Она очень вкусно готовит. И замотивирует. И что угодно. В общем, она девчонка, ну, единственное, что она очень близко к сердцу все принимает. Расстраивается периодически. Оля, нельзя так, нельзя так близко ерунду всякую принимать к сердцу. Она тут недавно из-за одной курицы очень сильно расстроилась. Я сама чуть не расстроилась. Она же прям плакала. Вот, а, кстати, а вот это видео про курицу. Вот, девчонки, рекомендую. Я, конечно, не все смотрю, но ленту нет, наверное, не смотрела. Слушай, я, может, смотрела только с телефона, я не помню. Ну, в общем, девочки, вот я люблю рекомендовать девчонок, которые реально классные. Она старается, крутится, вертится. У нее семья, муж, сын, дочь. Поэтому, девчонки, перейдите, посмотрите. Я думаю, что для себя очень многие найдут родственную душу. Заглядывайте Коле. Ссылочку я оставлю внизу в описании. Все, девочки, подкрепилась. Вот она, моя девочка тоже сидит. Что хотела показать? Вот смотрите, какая ровная поверхность. Ну, прямо действительно, девчонки, ровная. Прям классно. Что он, короче, там сделал с этой стороны? Здесь это лучше. Вот дощечку подложил. Видите, это ДСП. Это у меня были разделители в этом, в ящике, в прихожей. Они не были между собой приклеены. Ну, так дощечки, короче говоря. И он оттуда пока их вынул и сказал, что положит, ну, с работы принесет эти, с работы положит, а эти сделает. В общем, елка. Елка моя елка. Ну, все нормально. Сейчас мы с вами это все в диван уберем. Девочки, я цветы так и не полила, на самом деле. Не буду ее уже сегодня расшторивать. Так и не полила цветы, потому что... Почему что? Потому что я про них забыла, а вспомнила ночью. И, в общем, надо будет сейчас полить цветы. Здесь я ночнушку пока, она у меня все равно влажная была после моих волос. Спина была сырая. Вот в итоге все игрушки здесь лежат. Кстати, на вешалку вот такую вот я ее скрутила. Вот сюда вот, ну, сложила и прикрутила гирлянду. Сейчас мы все это с вами попробуем убрать куда? В этот. Скажите мне, в диван. Я говорила... Девчонки. Ой, сыра, сыра. Это я накапала мочалкой. Блин. Ладно, сейчас вытру. Я хочу из этой тумбочки, если я все-таки надумаю аквариум убирать, сделать стол. Стол рабочий свой. Знаете как? Вот столешница. Вот два ящика. И еще третий поставить. Если высоты будет не хватать, четыре ящика вот с одной стороны это будет много. Если высоты будет не хватать, тогда, ну, на трубу хромированную. И может быть там задняя стенка или дно, она усиленная тумбочка, сделать боковину, ногу. Ну, я подумаю насчет этого. Но у меня еще есть стол журнальный. Но он как бы не журнальный такой, а письменный. Он планировался, что он будет вот здесь вот стоять. Вот так столешница и вот так. И будет крепиться к стене. Но он 40 сантиметров в глубину. И я думаю, что этого будет мало. А по высоте как раз вот эта боковина, она подойдет сюда. Понимаете, да? И как бы эту тумбочку можно пересобрать и по-другому собрать. Поняли? Стол сделать такой будет большой. Я, наверное, Вере отдам аквариум. Она очень хочет. У нее есть маленький там. Она хочет завезти много рыбок. Пусть заводит. Не знаю. Кто будет? Она с нами собирается ехать тоже отдыхать. Кто будет за ее рыбками смотреть? У нее кот еще. Маме отвезут. Ну, еще не знаю. И девочки, как обычно. Видите, вот этот бардак на этой полке. Прям вообще меня это убивает. Зато корм. Корм стоит рыбкам. Ни одной рыбки. И так мы не сделали еще ничего. Но вы это ярче видите. На самом деле, как бы это сильно не напрягает. Полоса это. Но нужно будет. Вот когда Леша будет лампочки делать. Видите? Лампочки висят. Вот. Когда он будет это делать и короб красить. Тогда мы... Он отремонтирует, короче, эту стену. Все, девочки, давайте. Хватит. Надоело мне уже разговаривать. Надо, короче говоря, делать дела. И вот этот вот пуфик мы поставим с вами вон туда. Голова не кружится от моих этих движений. Я сейчас в тапках, потому что проветривала пол. Ну, такой прохладный. Сейчас я тапки сниму. Короче говоря. В общем, туда, туда, туда. Сейчас все это будем убирать. Ильис, я надеюсь, ты сейчас на меня не будешь кидаться. Вообще, девчонки, вот по сути, можно было бы сказать, допустим, можно это убрать вечером. Нет, девочки, не будем мы вечером убирать. Я это знаю. Ильис. Я это точно знаю. А, а с другой стороны, это лишние калории, девочки. Сжигаются лишние калории. Вы уж меня простите, что, наверное, вам меня не видно. Ильис. Я вот это пока так загну. Вообще классно. Смотрите, как ровно. Да? Здорово. Опа. У нас вот здесь вот диван грязный. Вот тут это место. Я не знаю, вам видно. Это знаете что? Это когда я Арсения прикармливала, первый прикорм была рисовая каша. У нас здесь шезлонги лежал. И, короче говоря, я его кормила, поставила, и потом Ириска уронила. И я увидела поздно, и... А, или не рисовая, это брокколи. И, девчонки, не... 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 Ну, не оттирается, короче говоря. Хотя... Вот досочки падают. Куда она упала? Хотя я... В общем, вот такая вот дощечка. Вот здесь вот прикладина тоже дощечка такая. Жить там. Вот они вот так вот стоят, и спинка сюда. Вообще замечательно. Так. Фу, блин. Вот это дьявол надо выбросить. Оно вообще... Оно, не знаю, вам как видно. Оно... Все. Оно сыпется. Оно шерстяное такое, оно сыпется, его надо выбросить. А я ему еще тогда сказала. А что-то мы его не выбросили. Ладно. Если я пойду... Не надо здесь ко мне лететь. Сад за мальчишками. Тогда надо будет его захватить. Слушайте, смотрите, какая думочка. Думочка ее, правда, наверное, постирать надо. Не, наверное, мальчишка можно в комнату так бросить. Прикольная. Да? Я сама шила. Постирать. Так. А вот это вот подушка от их дивана. Вообще, по идее, наверное, надо ее выбросить. Все, мне надо все выбросить, девочки. Так, это просто подушка. И там подушка. Ну, такая. Другая подушка. Короче. А что я тут вытаскиваю-то все? Курица, а? Мне же надо место от вас освободить, да? Пусть это пока здесь лежит. И сюда мне надо эти пледы положить. Жарко мне, девчонки, жарко. Но, калории тратятся. Как вам мой завтрак? Вкусный же, скажите. Вы еще супу не видели. Супу, которому не делим. Слушайте, нормально. Можно еще сюда что-то воткнуть. Не хочу надолго это все дело затягивать. И гирлянды тоже сюда же сложу. Вот так у меня получается пока. Все, вот этот каберликовский пакет я ее сейчас сложу. Объем ее уберу и нафиг. Вот, нормально. Сейчас я проверю. Дощечки надо поставить. Все. О, нормально все. Все хорошо. Кто? Молодец, девочки! Я молодец! Так, ладно. А это мы сейчас застелим. Сейчас я быстро вот это пропылесошу. Здесь сыпалось. Вот так вот. И потом дальше. Все, девочки, пропылесосила. И вообще я, девочки, вспотела. Если честно. И вот я воды много пью. Блин. И теперь надо этой резинкой попасть. Обычно это Леша делает именно на матрасник. Воды много пью. И, видимо, она выходит. Жидкость. Вместе с потом. Поэтому. Поэтому, девочки, потею. Все. Ну, я не люблю зарядку. Мне лучше что-то делать. Подумаю. Завтра, девочки, мы будем, знаете, что с вами делать? Ой, руку больно. Завтра будем шторы вешать. Наконец-то я повешу сюда на окно нормальные шторы свои. Вот если бы я сейчас перед вами тут это не ползала, я бы в ночьюшке была. Ну, я бы вспотела по-любому, конечно. Но я бы сразу ее, хоп, сняла, поменяла. Ну, в душ бы сходила. А сейчас мне придется и этот костюм. Пора на выходной снимать. Снимать, говорю, блин. Ну, стирать. Так. Вот не лень мне было изначально застилать. Ну, я не знала, что я буду вообще, чем заниматься. Нет, не лень. И вот это покрывало постелю. Потому что, знаете почему? Я бы постелила то, которое в Гранд Сток заказывала. Ну, мальчики здесь постоянно прыгают. И вот оно, в принципе, никуда не девается. Не сдвигается, ничего. Ну, как бы нормально лежит. Все, девочки, смотрите, как свободно стало. Свободно. Свободу попугаем. Прямо замечательно, да? В общем, сюда все-таки я поставлю пуфик. Ну, как бы я не хочу сюда что-то вставить. Но с другой стороны, сразу акустика такая. Надо поставить, наверное, а может не буду. Посмотрим. Завтра с вами решим, шторы повесим. Девчонки, сейчас цветы полить надо. И у меня белье постиралось. Ну, здесь вы у меня стояли. Вот это вот дело, не знаю. Не знаю. Я говорю, пока полка стоит, так, наверное, здесь вот эта помойка и будет. Там даже суперклей или что там, видите? Из фикс прайса. Короче, девочки. Да? Да, мне это не нравится. Конечно, мне не нравится. Ну, что? Если бы мне было вообще на это все равно. И как бы, если бы это было в порядке вещей, я бы на это внимания даже не обращала. Конечно, мне не нравится. Вот. И что я хотела? Зеленку. Мне написали про зеленку. Вон, видите, у тумбочки. Что ее зубной пастой надо, можно, отмыть спокойно. Сейчас мы с вами попробуем. Потому что как раз, ну, раз уж я здесь, надо попробовать. Так. Кстати, щетки, помните, я в фикс прайсе покупала 55 рублей 5 штук. Я еще сказала, да ладно, все равно я часто меняю, девочки. Ну, как бы, я поменяла, наверное, за неделю две щетки. И вот эта вот пятая, и я как бы не стала ее менять. Я ее чисто так использую иногда. Что-нибудь там, раковину или еще что-нибудь потереть. Сейчас посмотрим. Вы видите, работает или нет? Слушайте, вроде оттирают, да? Давайте, знаете как. Сейчас я... Щетка была срая, я ее просто под крану так вот засунула. Сейчас пусть она вот так вот постоит, пока я белье вешаю. Потом мы с вами посмотрим. Так, поставила вас специально так, чтобы окладка вам глаза не резала. Потому что, ну, некрасиво. Ну, меня тоже раздражало. Ну, меня раздражает, я не смотрю, постоянно говорю. Ну, мало ли что я говорю. Вот. Вот это вот белье из василька, оно мне на самом деле очень нравится. Плотная бязь, но бязь вообще она садится. Ну, знаете что? Вот в васильке должны были предупредить о том, что вы вот матрас... Я ждала размер матраса, они должны были предупредить, что подсядет. Ну, блин, я думала, что оно будет шиться как-то. Че я делаю? Я знаю, чтобы оно сегодня высохло. У меня больше детских комплектов нет. Стираю раз в неделю. На лодочке меняю чаще. Вот. Они все равно потеют. Они моются часто, да, в душ каждый день ходят. Но голову они не часто моют. Ну, два раза в неделю. Вот. И они должны были, девочки, предупредить о том, что, блин, это бязь, что она подсядет. Вот, седины, пеленки не дают выбросить девчонке. Прям вообще. То есть, он с ними спит. И когда он ее просит, если я там ее специально не дам, он говорит, одеяло. То есть, под одеяльник для него не одеяло ни разу. Вот. Ну, ладно. И это пройдет. Это тоже все временно. Я понимаю, что это временно. Вот наше с вами пятнышко. Блин, оно засохло. Ну, почти засохло. Ну, сейчас, подождите, девочки. Ну, слушайте, да? В принципе-то. В принципе. Вот тут вот чуть-чуть что-то как-то. Если у меня завтра желание будет, девочки, мы с вами полы помоем. Ну, я уж показалась перед вами во всех ракурсах. Ну, и полы тоже можно с вами помыть. Смотрите. Ой, это я от щетки. Что тут еще прилипло? В общем, все. Чистенькое. Спасибо. Спасибо той девушке, которая мне посоветовала. Не помню имени. Спасибо большое. Вот теперь я прощаюсь с вами. Все. Всем пока. Спасибо, что были со мной. Пока. Все мокрые, девочки. Посмотрите на меня. Ну, это крем еще. Крем. Ну, лоб весь мокрый, да. Пойду я в душ схожу.